здравствуйте дорогие друзья дорогие коллеги я вижу в зале есть люди которых я не знаю здесь есть и онкологи и не онкологи но дело в том что онкология такая специальность что знать ее должны все без исключения вот наша задача как кафедры после дипломного образования сделать из всех не онкологов онкологами а прежде чем начать лекцию ради которой мы здесь собрались сегодня я хотел бы показать два слайда по нашей кафедре кафедре онкологии запорожской медакадемии после дипломного образования и вообще нашей онкологической службе запорожской области вот посмотрите эта газета червона запорижа эта газета выходила ежедневно в двадцатые тридцатые годы двадцатого столетия я посетил наш государственный архив нашел эту газету за 20 декабря тридцать седьмого года нашел статью вот она называется борьба прутерака кстати газета выходила на украинском языке ежедневно все подписки этой газеты хранятся в нашем государственном архиве и вот в этой газете впервые в 1934 году была опубликована статья посвященная онкологической службе запорожской области в этой статье врач печеночникова пишет что на базе первого лечебного комбината в городе запорожье организовался первый онкопункт задачи которого входило диагностика и лечение онкологических больных в те далекие годы в тридцать четвертом году в запорожье было выявлено 70 онкологических больных для сравнения сегодня мы выявляем 6000 онкобольных ежегодно большинство этих пациентов лечились радием в то время этот метод лечения уже был доступен запорожье и на базе лечебного комбината был открыт морфологический морфологическая лаборатория которая уже тогда производила верификацию онкологического диагноза обратите внимание то есть история нашей онкологической службы очень и очень ну скажем так значительно это 1934 год а вот это иван михалыч воронцов великий профессор онколог ученик николая николаевича петрова его имя вспоминается и во всех учебниках великого николая николаевича петрова который создал онкологический институт еще до революции 17 года а потом в городе ленинграде продолжал функционировать этот институт авторитет петрова был настолько велик что ленинграде эту болезнь рак называли болезнью петрова так вот у него были ученики одним из любимых учеников был профессор воронцов который был отправлен в город одессу для того чтобы развивать там онкологическую службу развивать противораковую борьбу затем профессор воронцов был переведен в город запорожье и возглавил онкологическую кафедру у нас в городе запорожье поэтому если подсчитать то история нашей кафедры если учитывать одесский период нашей кафедры составляет уже 80 лет это одна из самых древних кафедр но не древних одна из старых кафедр которыми которые вообще были в советском союзе потом стали создаваться кафедры онкологии уже для студентов для до дипломного образования а вот после дипломное образование первую кафедру создал профессор академик николай николаевич петров и одна из первых кафедр это была наша кафедра онкологии честь которой руководить сегодня принадлежит мне я этим кстати очень горжусь еще один интересный слайд я хотел бы вам показать 1944 год год основания большинства областных онкологических диспансеров украины в том числе и запорожского вы вспомните ну давайте представим себе не вспомним а представим какие это были годы 1944 год вот так выглядела наша наш днепрогресс он был полностью разрушен тогда нужно было развивать госпитальную хирургию создавать его к госпитале то есть заниматься военно-полевой хирургией но уже в сорок четвертом году приказом облздравотдела было предписано создавать на освобожденных территориях онкодиспансеры то есть в то время еще не закончилась вторая мировая война но в то время государство думало о том что необходимо развивать онкологическую службу мне кажется это очень символично и это это очень хорошо я бы мог много говорить о том в каком состоянии находится наша онкологическая служба украины и запорожья сейчас но наша задача немножко другая мы сегодня собрались с вами для того чтобы поговорить об очень важной проблеме очень важной это рак легкого я назвал свою лекцию немножко претенциозно рак легкого 1 в смертельном квартете этот термин смертельный квартет я позаимствовал у терапевтов смертельным квартетом называют метаболический синдром если вы вспомните артериальная гипертензия ишемическая болезнь сердца сахарный диабет и ожирение вот это и называется смертельный квартет вот этот метаболический синдром резко укорачивает жизни людей но смертельный квартет я его назвал потому что из всех локализации рака их очень много ведь рак это не одна болезнь рак это как минимум 150 а то и 200 разных заболеваний и вы согласитесь со мной что рак пристательность железы щитовидной железы это не рак поджелудочной железы не рак желудка не рак легкого это совершенно разные онкологические болезни совершенно разным прогнозом так вот из всех локализации раков вот эта знаменитая четверка этот смертельный квартет который представлен раком легкого раком пищевода раком печени раком поджелудочной железы и среди них рак легкого находится на первом месте это наиболее ну ну скажем так, печальные онкологические заболевания с очень неблагоприятным отдалённым результатом лечения. Хотя уже много чего изменилось в нашей жизни. Итак, рак лёгкого. Впервые о раке лёгкого написали в 1761 году, это был Марганьи, он описал впервые рак лёгкого. Затем, несколько позже, Бейль на основании 900 вскрытий написал трактат о раковых заболеваниях. Очень известный трактат. Правда, он был опубликован посмертно, но именно в этом трактате Бейль описал первые симптомы рака лёгкого. Надо сказать, что на рубеже 19-го и 20-го века рак лёгкого был очень редким заболеванием. В 1898 году в медицинской литературе было описано всего 140 случаев рака лёгкого, а в 12-м году имелось всего 374 истории рака лёгкого. Когда в клинику Шарите привозили больного раком лёгкого, ну так, по описанию этой клиники, все врачи клиники Шарите сбегались для того, чтобы посмотреть на это редкое, экзотическое, удивительное заболевание. То есть раком лёгкого в 19-м веке. Если и болели, то болели очень и очень мало. А вот к концу 20-го века рак лёгкого стал основной онкологической смертностью в мире. Заболеваемость увеличилась 0,3% в середине 19-го века, почти до 6% в середине 20-го века. Мы сегодня имеем 1,6 миллиона новых случаев заболевания, 1,4 миллиона случаев смерти от рака лёгкого. И в развивающихся странах диагностируют 55% всех видах в рака. Почему? Сегодня это совершенно очевидно, сегодня это ясно, что рак лёгкого связан с табачным дымом. Но человечество курило всегда. А Европа курила как минимум 500 лет. Почему в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м веках не было рака лёгкого? Потому что раньше люди курили трубку или сигары. Ни трубкой, ни сигарой невозможно глубоко проингалировать лёгкие. Была совершенно другая проблема. Была проблема рака полости рта, была проблема рака губы. И Фрейд, Зигмунд Фрейд знаменитый, если вы вспомните его историю жизни, историю болезни, он умер от рака слизистой полости рта. Он множество раз оперировался, его множество раз облучали. Он прожил с раком полости рта, ну, где-то около 20-25 лет. Да, он стал кокаинистом, он стал морфинистом. Он умер в состоянии тяжёлой морфинной зависимости. Но, тем не менее, он прожил все эти годы. Но это было связано, без сомнения, с курением табака. Ещё в 1761 году Джон Хилл, никому неизвестный и сегодня забытый врач, написал тогда памфлет предостережения о неумеренном потреблении нюхательного табака. Он писал, что нюхательный и жевательный табак способен вызывать рак носа, губ, ротовой полости и горла. Ему не поверили. В те же годы свой памфлет написал тоже англичанин Персильваль Потт. Вот он обнаружил связь между раком мошонки у трубочистов, у маленьких мальчиков, которые чистили трубы, камины, никогда не мылись, их эксплуатировали нещадно. И вырос, когда эти мальчики вырастали до взрослого возраста, у них развивался рак мошонки. Персильваль Потт доказал это, и ему поверили. А вот то, что Джон Хилл доказал, что табак, нюхательный и жевательный табак способен вызвать рак носа, губы, полости рта, ему не поверили. Свой первый шаг к раку легкого человечество сделало, когда изобрело безопасные спички. Второй шаг к раку легкого человечество сделало, когда началось автоматическое производство сигарет. Никто не думал, что тогда еще, это в середине 19-го, в конце 19-го века, в минуту выпускалось 20 тысяч сигарет. Никто не думал, что такое количество сигарет понадобится человечеству. Не просто понадобилось, а стало не хватать его. И третий шаг к раку легкого человечества сделало, когда, во время Первой мировой войны. Табак адаптоген. Табак позволяет снимать стресс, депрессию. И поэтому сигареты включали в ежедневный рацион солдат. Как по одну, так и по вторую линию фронта. А затем началась совершенно ужасная, агрессивная табачная кампания, пропаганда. Курили все. Курили политики, курили военные, курили стюардессы, курили врачи. Посмотрите, какая была реклама. Когда доктор осматривает маленького ребенка и в это время курит папиросу. Более того, говорили следующее. Врачи курят кэмл. Это была реклама, направленная именно на врачей. Эверт Грэхем. Таракальный хирург. Он был первым, кто начал выполнять пульмонэктомии при раке легкого. Когда в 20-х годах его спросили, повышает ли курение табака чистоту рака легких, он ответил, не больше, чем ношение капроновых чулок. Сегодня очевидные вещи, что табак и рак легкого взаимосвязаны, было известно далеко не всегда. И вот по прошествии буквально 30 лет тот же Грэхем писал следующее. Кстати, мой рак, мой плоскоклеточный рак, такой же, как у прочих курильщиков. В конце концов, я курил на протяжении 50 лет, пока не бросил. Вы, вероятно, слышали, что недавно я сам стал пациентом больницы Барнса по поводу билатеральной бронхогенной карциномы, напавшей на меня точно тать в ночи. Как вам известно, я бросил курить 5 лет назад, но вся беда в том, что до этого я курил 50 лет. Фашистские врачи в 30-х годах 20-го столетия обнаружили связь между табаком и раком легкого. Когда после окончания Первой мировой войны начало резко увеличиваться количество заболевших раком легкого, эта связь стала очевидна. Но вся медицина земли всех стран находилась в оппозиции к фашистской медицине. И поэтому вот этот фриц Люкет, который врач нацистской Германии, впервые доказал эту взаимосвязь. Эти результаты нами были отвергнуты. Но фашистская Германия во главе с Гитлером проводила самую агрессивную антитабачную кампанию вообще в истории человечества. Гитлер очень боялся рака, он был приверженцем здорового образа жизни. Фашистская Германия не курила практически. И действительно рак легкого у них начал снижаться. Но, как я уже сказал, мы этому не поверили. И вот в 50-х годах в Лондоне собрали конференцию о причине рака легкого. Игнорировать факт растущего заболевания раком легкого уже было невозможно. Огромное количество больных появлялось. И конференция сделала единственно правдоподобный вывод. Рак легкого вызывают задымление атмосферы, грипп, туманы, недостаток солнечного света, рентгеновское излучение. Дорожный гудрон, особенно дорожный гудрон. Когда стали после войны строить автомобильные дороги, шоссе, и вот когда резиновые шины терлись об асфальт, считалось, что человек дышит этим дымом, и у него развивается рак легкого. Дорожный гудрон, обычный холод, индустриальное загрязнение, бензиновые выхлопы – все за исключением сигаретного дыма. Такую же корреляцию связи между раком легкого и курением можно привести и с питьем молока. То есть человечество категорически отказывалось верить в том, что рак легкого вызывается табаком. Но вот этот знаменитый эпидемиолог Ричард Долл в 1954 году уже переоткрыл, второй раз доказал связь табака и рака. Вот она, зависимость между потреблением сигарет и частотой рака легкого. С одной стороны, агрессивная табачная компания, все человечество курило, врачи, осматривая пациентов, курили, врачи, осматривая маленьких детей, курили. Увеличилось потребление сигарет и увеличилось количество больных раком. А вот когда начали проводить успешные антитабачные компании, мы видим резкое снижение заболеваемости и раком легкого, и раком губы, и полости рта. Сегодня, по прошествии буквально нескольких десятилетий ожесточенной борьбы между табачными и антитабачными компаниями, мы все-таки признали, что табак является единственным, наиболее важным канцерогеном, легально продающимся в каждом ларьке, в каждом киоске. Это единственный канцероген, который продается легально. Но надо сказать, что существуют и другие раки легкого. Есть раки легкого и у некурящих. Впервые, вернее, основной причиной рака легкого у некурящих является, конечно же, радон. Еще в конце XIX века была обнаружена высокая заболеваемость раком легкого у рабочих шнейрберских рудников. Радоновые рудники. Эти рудники были закрыты. В Советском Союзе радон в рудниках открытым способом добывали до середины XX века. В ГУЛАГ загоняли население Советского Союза, и связь радона и рака легкого признали только в 60-х годах. Кроме радона, рак легкого вызывает азбест. Вот посмотрите, огромные такие облака из азбеста во время производства на верфях и на других производствах промышленных. Плавильня меди. Загрязнение воздуха внутри помещений. В Китае до сих пор является большой серьезной проблемой по отношению к развитию рака легкого. Фома Аквинский говорил, что блажен, кто расставляет вещи в правильном порядке. Поэтому каждый рак должен быть проклассифицирован. Классификации рака легкого. Самая первая попытка классифицировать рак, это была попытка классифицировать именно рак легкого. Это было в 1957 году. Для неоперабельных больных карциномой легкого была предпринята попытка их разделить на различные группы по выживаемости. Ничего не получилось, но зато Пьер Денуа, создатель классификации ТНМ, в конце 60-х годов предложил свою классификацию. В результате которой мы делим все опухоли на тумор, нодуль, метастазис. Сегодня мы имеем уже седьмую и даже восьмую версию ТНМ. Седьмая версия ТНМ резко отличалась от шестой версии ТНМ рака легкого. Во-первых, огромный статистический материал, 70 тысяч почти больных немелкоклеточным раком легкого. Очень строгий статистический анализ. И тем не менее, седьмая классификация – это повторение, ремейк шестой. Что имеется в виду? Сегодня в постгеномной эре мы классифицируем раки уже не только по размеру опухоли и поражению лимфатических узлов. Мы классифицируем раки в зависимости от ее молекулярной биологии. Существуют молекулярные генетические классификации рака легкого, молекулярные классификации колоректального рака, рака яичника, рака легкого в том числе, рака желудка, рака молочной железы. То есть выживаемость пациентов зависит уже не от размеров опухоли, как мы выясняем сегодня, а именно от молекулярной биологии. Это чрезвычайно важный момент. А в этом смысле классификация рака легкого немножко отстает. Хотя действительно продвинутая стадия заболевания при немелкоклеточном раке легкого определяет прогноз. Посмотрите, при ранних стадиях категория Т1, а сейчас даже мы стали уже выявлять карциному инситу рака легкого, при первой стадии выживаемость хорошая, при четвертой стадии, естественно, выживание плохое. Так вот, это была седьмая классификация ТНМ, а при восьмой классификации ТНМ мы разделили все раки еще на множество более клинических подгрупп. И посмотрите, как расходятся кривые студента. То есть мы не можем отрицать, что клиническая характеристика опухоли не влияет на рак легкого. Влияет. Но на выживаемость зависят и масса других факторов. Табакокурение, коморбидность, дефицит веса, соматический статус, стандартные биохимические тесты, компьютерная томография грудной клетки верхнего этажа брюшной полости обязательно с захватом надпочечников печени и почки, если мы подозреваем, что у больного рак легкого. Мы должны выполнить и КТ, и МРТ головного мозга. ПЭТ-КТ, гибридная технология визуализации опухоли, наиболее чувствительна для выявления категории Н, то есть медиастинальных лимфоузлов. Если установлено М1, дополнительные радиологические исследования не проводятся. При подозрении на метастазы в кости мы проводим остеосцинтиграфию. А при наличии олигометастатического поражения, метастатическая прогрессия может быть лейкозоподобная, а может быть олигометастатическая. Раньше мы говорили солитарные метастазы, одиночные метастазы. Крайне желательна верификация этого диагноза. Еще раз, радиологический диагноз должен включать в себя и КТ, и МРТ, и ПЭТ-СКАН. Категорию Т мы определяем с помощью компьютерной томографии. Категорию Н мы можем определить достоверно только с помощью позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-КТ. А если мы подозреваем метастазы в головной мозг, мы должны провести еще больному магнитно-резонансную томографию. То есть три радиологических исследования. Когда мы стали использовать компьютерную томографию в выявлении опухоли легкого, мы столкнулись с интересной проблемой. Благодаря современным технологиям мы стали выявлять опухоли диаметром 1-2 мм, чего раньше было просто невозможно. Вот обратите внимание, обычное аналоговое изображение двухмерное 2D рентгенография грудной клетки. С помощью обычного рентгеновского снимка мы не можем обнаружить в легких маленькие образования диаметром 1-2 мм. Но у того же больного, если мы выполняем компьютерную томографию, то мы уже видим совершенно небольшие обозыслённые очаги. И вот здесь возникает проблема. Что это такое? Это малая форма рака или это доброкачественный процесс, который не требует ничего, кроме обычного наблюдения. Как правило, это большая серьёзная проблема. Как её решить? Не выполнять же биопсию, трансторакальную или торакоскопическую биопсию из-за любого, любой инциденталомы, из-за любой совершенно случайно обнаруженной суплеврального какого-нибудь обозыслённого очага. Оказывается, выход есть. Мы можем выполнить так называемую 3D-реконструкцию компьютерной томографии. Вот посмотрите, маленький суплевральный очажок. Мы не можем определить, что это такое. Но мы можем попросить специалиста по радиологии провести 3D-реконструкцию. И когда он проведёт вот это трёхмерное изображение, перестроит 2D в 3D-изображение, мы вот здесь совершенно точно можем сказать, что это доброкачественная опухоль. Она сферическая. Все доброкачественные опухоли сферические. А вот это изображение характерно для злокачественной опухоли, потому что злокачественная опухоль растёт эксцентрично, а не так, как доброкачественная. Вот посмотрите, совершенно маленькие очишки после 3D-реконструкции уже позволяют нам выявить доброкачественный или злокачественный процесс. Очень важно в 7-й клаве версии ТНМ категория Н. Категория Н – это вообще чрезвычайно важная категория. Она определяет и план лечения, и прогноз заболевания. Так вот, я хотел бы на что обратить ваше внимание. В отличие от 6-й версии, в 7-й версии ТНМ, очень важно не количество, а именно локализация поражённых лимфатических узлов. Посмотрите, сколько групп лимфоузлов медиастинальных может быть. Парабронхиальных, перебронхиальных, внутрипаранхиматозных, верхние и нижние. Так вот, не количество, а локализация поражённых лимфоузлов будет определять этот прогноз. Но нужно ведь определить алгоритм на основании морфологической верификации. Вот это самая большая проблема. Посмотрите, как проводится N-стодирование. Вот начинаем стодирование. Я говорю о том, как должно быть. Я не говорю о том, что доступно это или недоступно во всех онкологических диспансерах Украины, но так должно быть. Итак, категория N начинается, выявляется с помощью ПЭТ-КТ. Позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией. Если ПЭТ-КТ отрицательное, мы считаем, что это категория N0, и у нас есть все основания выполнять хирургическое лечение этому больному. Но если мы выявляем позитивные лимфоузлы, медиастинальные узлы при ПЭТ-КТ-сканировании, мы должны выполнить эндобронхиальное УЗИ. Есть бронхоскопы, специальные насадки, которые позволяют через стенку бронха определять наличие этого лимфоузла и даже через стенку бронха выполнять биопсию этого узла. Если эндобронхиальное УЗИ отрицательное, внимание, мы должны принять медиастиноскопию. И только если эндоузи и медиастиноскопия отрицательная, то только тогда мы можем оперировать пациента. Если медиастиноскопия позитивная, тогда мы уже говорим о категории N1 или даже N2, а это уже не вторая, а уже третья А, может быть, даже третья Б стадия, которую нельзя оперировать, и тогда мы проводим комбинированное лечение. Вот это принципиально важный момент. Если мы игнорируем факт верификации лимфоузлов, мы выполняем заведомо напрасную операцию, которая не дает эффекта, она даст кратковременный эффект, но больной погибнет в течение 5-6 месяцев или в течение первого года, а чаще всего намного раньше. То есть это принципиально важный момент. Если мы при ПЭТ-КТ, по данным эндобронхиального УЗИ, тоже выявляем лимфоузлы, мы выполняем, проводим уже комбинированную терапию, понижаем стадию заболевания, потом проводим рестадирование, которое проводится точно так же по всему этому алгоритму. Это очень важный момент. Диагностика рака лёгкого, стадирование рака лёгкого принципиально важно. Сегодня обращают большое внимание на свободные клетки в плевральной полости и циркулирующие опухолевые клетки. Эта методика тоже не стала ещё рутинной при лечении больных раком лёгкого, но её нужно обязательно использовать. Почему? Наличие свободных раковых клеток в плевральной полости оказывает независимое прогностическое значение после полной резекции опухоли. Если мы выполнили радикальную операцию, но в плевральной полости есть свободные раковые клетки, это ухудшает прогноз. А ещё большее значение имеют циркулирующие в крови опухолевые клетки, которые есть практически у всех онкологических пациентов. Ну, разве что при самых ранних стадиях пока ещё нет вот этой гематогенной диссеминации, пока ещё нет циркулирующих клеток. У нас на кафедре есть возможность выявлять циркулирующие в крови опухолевые клетки. Вот так выглядят наши фотографии. Вот так выглядит клетка в состоянии апоптоза. Но наличие клеток, циркулирующих в крови, является самостоятельным, независимым прогностическим фактором, и эти клетки обязательно нужно выявлять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok